Добрый день, уважаемые товарищи и друзья! От имени Компартии России Народно-Патриотических Сил, от нашей представительной делегации хочу вас всех от души поздравить с началом прекрасного фестиваля, главный лозунг которого «Мир, дружба, сплоченность и солидарность в борьбе против сил войны, агрессии». Да здравствует фестиваль и молодежное движение! Ура! Для меня является большим праздником участвовать в этом фестивале. Я сейчас обошел 14 залов, которые представляют мою любимую и великую страну. И зал, посвященный 100-летию Великого Октября, а его мы будем отмечать с 1 ноября по 8-е. К нам прибывает 150 делегаций из всех фактических стран мира. И торжества пройдут в Ленинграде, Питере, где были совершены три русские революции, и в городе Москве. Мы будем рады видеть представителей молодежи и уверены, что вы поддержите ту святую борьбу, которую начинали наши отцы, деды и прадеды, пытаясь построить первое в мире социалистическое государство. Я сейчас прошел эти залы и порадовался. Там есть опыт комсомола, опыт борьбы молодежи против империализма, против фашизма. Сегодня, когда на планете вновь пахнет большой войной, сегодня, когда обстановка продолжает осложняться, когда фашизм снова поднимает свое забрало, исключительно важна сплоченность молодежи всех стран и народов в борьбе с этим злом. Я очень порадовался. Там есть великолепный стенд, посвященный Владимиру Ильичу Ленину, гениальному политику и революционеру. Рядом чудный стенд, посвященный продолжателю дела Ленина и делу марксизма Фиделю Кастро и Эрнесту Чигеваре. Давайте аплодируем этим трем великим революционерам планеты, которые все делали для освобождения человечества. Я бы очень хотел, чтобы вы задумались над следующим вопросом. Ленину было всего 25 лет, многим из вас он был ровесник, когда он засел за труд о развитии капитализма в России. Он пролопатил 500 источников и пришел к гениальному выводу, что созрел империализм и есть слабое звено в капиталистической цепи, которым является Россия. Он пришел к выводу, что империалистические страны неизберно схватятся за передел мира и будет Первая мировая война. Он пришел к выводу, что втянут в эту войну и Российскую империю, так как ее капитал был полностью зависим от капитала Лондона, Нью-Йорка и Парижа. И в результате Первой мировой войны сгорели четыре империи – российская, германская, островенгерская, таманская. Но лишь Ленину удалось создать партию нового типа коммунистическую, в основе идеи которой лежал труд, справедливость, дружба народов и равенство. И на основе этого на съезде Советов родилось новое государство, родился Советский Союз, который, по сути дела, стал в мире первопроходцем в создании советской власти, правительства рабочих и крестьян, родилось государство, которое служило труду, а не капиталу. Я хочу подчеркнуть, что из Ленину единственную в истории политику, которой удалось предложить свою идеологию, создать партию нового типа, предложить объединить страну на основе труда и справедливости и равенства, на съезде проголосовать за возрождение порушенной империи в форме государства, рабочих и крестьян. Ему удалось вместо той дикой бойни, которую развязал капитал Первой мировой войны, предложить декрет о мире без аннексии и контрибуции. Ему удалось провести политику возрождения экономики, которая была убита до плана Гойл-Ро, который возродил порушенную империю и создал мощную индустрию. Сталин продолжил эту политику. Страна за 10 лет построила 9 тысяч лучших на ту пору заводов и фабрик. И 41-й год начала мировой войны, нападений Германии на Советский Союз, наша страна встретила самой мощной экономикой, самой великолепной наукой, лучшей социальной системой и лучшей системой образования. Я был поражен, когда читал документы допроса фашистских генералов на Нюрнбергском процессе. Они сказали, мы вообще проиграли войну не только Красной Армии. Мы проиграли войну советской экономике, советскому строю, мы проиграли войну советскому учителю, проиграли войну патриотическому воспитанию молодежи, которая сумела одержать победу на одной из самых сильных армий в мире. Фашистская Германия расколотила французскую империю всего за 444 дня. Поэтому, готовясь к столетию, мы еще раз показали молодому поколению, в чем заключается подвиг социализма советской страны как системы, которая дала простор для нового молодого поколения. Хочу обратить ваше внимание, вы когда вошли в этот зал, вы увидели буран. Это самое гениальное изобретение человечества на планете. Этот огромный корабль был сделан на сотнях заводов советской страны и в автоматическом режиме поднявшись в космос, облетев несколько раз планету, приземлился с точностью до 30 сантиметров на дорожку в нашем легендарном Байконуре. Никому еще в мире не удавалось изготовить такое изделие. Это была вершина науки, техники, творчества советских инженеров и рабочих. Мы специально выставили этот корабль, который напоминает всем нам, что величайшие достижения науки должны служить трудовому народу, а не капиталу. Хочу обратить ваше внимание на стенде, который так и называется «Впервые в мире». Вот готовясь к столетию, мы напомнили молодежи, «Впервые в мире» это родилось государство рабочих и крестьян, «Впервые в мире» был установлен 8-часовой рабочий день, «Впервые в мире» права женщин и мужчин были уравнены, «Впервые в мире» получили право на работу, на отдых, «Впервые в мире» получили право на бесплатное образование и медицинское обслуживание. Поэтому и советская страна стала образцом и примером для всех держав нашей планеты. В 1957 году был фестиваль в Москве. 34 тысячи молодых людей приехали в гости в Великую Советскую Державу. Через несколько месяцев впервые над планетой пронесся спутник, который переводится на все языки как «космический корабль». Все знают в мире, что такое спутник. Но всего через год, в 1958 году в Брюсселе, была всемирная выставка павильон Советской страны, Советского Союза, был самым посещаемым. Впервые люди видели спутник, который побывал в гостях у Всевышнего. Впервые они увидели самоходный комбайн, который изготовили рабочие инженеры Ростова. Впервые увидели атомную станцию «Макет», где атом служил не войне, а миру. Впервые увидели легковую машину «ГАЗ-21», которая была признана лучшим легковым автомобилем мира. И когда сегодня говорят, что мы не конкурентоспособны, мы не можем, мы можем делать практически все, что есть в этом мире. Исключительно важно для этого иметь образованное, здоровое, грамотное поколение, которое умело бы эти достижения направить на пользу человека, а не во вред на военные цели. В этой связи наша партия подготовила новые законы. Закон образования для всех, который гарантирует молодежи, и уверен, что он пробьет себе дорогу. Подготовила закон, по которому все огромные недра страны будут служить каждому молодому человеку, каждому гражданину, а не 15 олигархов, как это происходит сегодня. Вы находитесь на берегу Черного моря. От Черного моря до Балтийского и Тихого океана простирается наша огромная страна в 11 часовых поясов. На территории нашей страны сосредоточены половину запасов чистой воды планеты. В одном Байкале четверть мировых запасов чистой воды. Она уже сегодня дороже отборного бензина на мировом рынке. На этих просторах половину хвойных лесов планеты. Здесь вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Украиной половину черноземов планет. Это ваше главное национальное богатство и достояние. Но сегодня, к сожалению, оно не работает на молодого человека. Сегодня вопросы социальной защиты молодежи и безработицы стали везде в полный рост. Хочу обратить ваше внимание, что после того, как Гагарин поднялся в космос, а затем на орбиту, на орбите Леонов вышел в открытый космос, а за ним и Савицкая, дважды герой Советского Союза, единственная в мире женщина, всем стало ясно, что на орбите можно собирать большие объекты, станции, которые создадут новые условия и в науке, и в медицине. И тогда, в 1966 году, в Вашингтоне собрали самые крупные ученые и талантливые люди, выдающиеся журналисты и политики. И тогда была принята программа к 2000 году победить бедность, каждому дать жилье, прекрасное образование, одолеть все тяжелые болезни. Все надеялись, что техника, наука позволят решить эти проблемы. Прошло 35 лет, ООН собралась и подвела итоги, и ахнули. На первом месте бедность, целые страны и континенты страдают, на втором месте болезни, которые появились новые, не знают, что с ними делать, и на третьем месте оказалась экология, загубленная. Вчера, в ходе открытия, вы видели, каким образом экологические проблемы сегодня стоят на планете, и как важно бороться за чистый воздух, свежую, чистую воду, и прекрасные зеленые леса. Так вот, прошло еще 15 лет, и в эту тройку вошел терроризм, как главная опасность. На сегодня главной опасности бедность, болезни, терроризм, и загубленная экология. Мы давно сделали выводы, вот сидят моя команда, наши товарищи, Афонин наш, секретарь по оргработе, Казан и Дровик, Новиков, руководитель идеологической службы, Тайсаев, по линии Союза Компартии, наши друзья здесь, в президиуме, мы давно пришли к выводу, без социализма, без справедливости, без дружбы народов, без равных возможностей для молодых людей учиться, трудиться, открывать нервозморное решение ни одной проблемы. Поэтому, готовясь к столетию Великого Октября, мы еще раз заявляем пример Советского Союза, ленинско-сталинской модернизации, наша великая победа, прорыв в космос, открытие новых миров по силам системе, в которой труд и справедливость будут править. Без социализма планета будет обречена. Поэтому, отстаивая идеалы Великого Октября и готовясь к столетию, еще раз заявляем, наше дело правое, социализм будет построен, все противники, молодежи, все, кто выступает против мира, будут обязательно побеждены. Желаю вам успехов и вашему фестивалю. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Геннадий Зуганов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова